Где правда, где неправда? Хорошо, но вы доходите до границы, а вся задача актера – перейти эту границу, то есть перейти в область неправды, почувствовать, где находится граница правды, только перейти, а иначе не можно почувствовать. А потом свободно гулять вдоль этой границы в сад и вперед. Это абсолютно Чехов, без такой вот найти эту саду. Значит, воображение и так далее. Мы с Константином пять часов проливали. Слушайте, он потом всю свою жизнь, Чехов, но ведь он не имел своих артистов, да? Он работал, вот как сейчас у вас в Звениграде, в основном, в английском Звениграде, в латышском Звениграде, в Каунасе, в Германии, во Франции. Не имел общего языка, что вообще для драматического артиста. Катастрофа, потому что очень многие вещи таинственные, заложенные в природе языка. И Чехов был сторонником этой эвритмии, что каждый звук имеет душу, и в русском языке, и в английском языке, и так далее. И он пытался эти свои идеи довести, досказать, додумать. И в Англии три года в Дартингтон-холле, и в Америке, и в своем театре, в котором он лобнул, потому что началась война всех артистов. Забрел, бар, узабрел. И в Голливуде, где он преподавал артистам. Но какой школы же у него там не было? Он не мог собрать не то, что вот такой публики. Ну, было у него там 10-15 человек, которые там могли что-то заплатить. Собирался на квартире бывшего мухатовского артиста, который остался после 24-го года. Аким Томиров стал звездой Голливуда. Там давал ему возможность вести уроки. Или в каком-то сарае преподавал. Вот постучится артист какой-нибудь, ученик, вернее. Значит, будут деньги. Не постучится, не придет никто. Есть на чем. В этих условиях, в 43-м году, Михаил Александрович считает необходимым завершить свою книгу о русском театре, о русском актерстве. Как он его понимает. И он эту книгу заканчивает в 45-м году. В год окончания войны. И пытается предложить ее, естественно, в Америке кому-то. Она никому не нужна. Это вот насчет того, насчет русского понимания актерства. Вы знаете, мы приукрашиваем картину. Станиславский всемирно известен, потому что художественный театр гастролировал в Америке. И там заложен миф или культ Станиславского. Михаил Чехов, его крупнейший ученик, развивавший его теорию. Пошедший в какую-то другую сторону. От этого дерева, так сказать, ветка важнейшая. Он книгу предлагает, она никому не нужна. Какой-то сумасшедший русский с философскими какими-то странными представлениями. Настолько не мэну, настолько не руководство, настолько нельзя это выручить. Что это за воображаемый центр тела? Что это за психологический жест? Что это за атмосфера? Что это за мистические вещи? И это очень трудно. Он издает эту книгу по-русски. Вы понимаете, что по-русски она в Америке никому не нужна. Он издал эту книжку в этом желтеньком переплете с рисунками Ремезова. С этими всеми психологическими жестами и так далее. По-русски в расчете только на то, что когда-нибудь, может быть, эта книга придет в Россию и окажется полезной. Вот она и пришла в 60-е годы, когда я читал им прячу под подушкой слепой экземпляр, чтобы, не дай бог, не арестовали. Вот две главных русских книги об Актерском Иисусе. Такой книги нет ни у Мехольда, ни у Таирова, ни у Вахтанзова. Есть разрозненные вещи. Есть две книги. Две самые главные книги русских артистов. Двух крупнейших русских артистов. Что важно? Ни театроведов, ни историков театра, ни философов, как парадокс об Актере Дитро или там. Двух актеров. То есть практиков с огромнейшим опытом. Есть книжка «Работы актера над собой» Станиславского и «Моя жизнь в искусстве». Есть книга Михаила Чехова о технике актера. Вот наш вклад в мировое актерство, в понимание этого дела. Я сейчас не буду разбирать ту и другую книгу. Хочу вам только сказать. Книжка Чехова – это не развитие книги Станиславского. Это некоторое развитие его идей. База Станиславской абсолютно. Сто процентов. Уход в другую сторону. Уход в другую сторону. Более духовную. Константин Сергеевич сам, сочинив уже работу актера над собой, пошел в сторону противоположную Чехову. Он стал заниматься, как вы знаете, и может быть знаете, так называемым методом физических действий, что не является интересом Чехова. И мы до сих пор вообще не знаем, что это за метод физических действий. Если у вас будет кто-нибудь умный и практически понимающий это дело, спросите. Я не знаю. Потому что так в изложении того, что материал, который мы читаем, мне это кажется каким-то инстинктивным приспособлением Константин Сергеевича понятием диалектического материализма. Вот что-то попроще на этом. Вот он всю жизнь занимался психологией, да, актер готовится, эмоциональная память, аффективная память, вот это все. Он и так просто будет к чертовой матери в последние годы жизни. Самое простое. Метод физических действий. Отбросьте текст, забудьте текст, что ты делаешь, как вошел, что чувствуешь. Не простовато ли? А чертов идет в совершенно другую сторону. Подушевление актерского тела, каждый палец, каждый звук и так далее. Константин Сергеевич это кажется абстрактным, уводящим. Ведь чертов это его же. И Миша Штруф сегодня ведь читает этого Штайнера. Вы философом не будете. Вам кафедру не дадут. Прекратите. А в итоге мы имеем некое развитие Станиславского вот в эту сторону. И сейчас крупнейшие американские актеры знают, что такое психологический жест. Я не верю, что русские артисты это знают. Я когда пришел в Ахтангольскую школу года два назад, меня попросили поговорить про Михаила Чехова. Я когда сказал, что театр МХАТ-2, и один мальчик, я потом спросил, а вы знаете про МХАТ-2? Я говорю, да, это театр Дородины. Я понял, что мы живем в забытии, в абсолютно, в исторической дыре. Потому что действительно у нас есть МХАТ-2, МХАТ-женский, МХАТ-мужской. И считают, что театр Чехова, МХАТ-2 это театр Дородины. Мы сейчас, кстати, выпускаем книгу. Она выйдет буквально в течение нескольких недель. Называется «Московский художественный театр 2. Попытка творческой биографии». Эта книжка посвящена вот этому театру Михаила Чехова. Восьми годами его, потому что в 1936 году театр был уничтожен и разорен Сталин. И артисты были рассолены по разным московским театрам. Вот мы создали большой труд, очень восстановили этот театр. Каждый спектакль, 300 фотографий, хроника их жизни, весь репертуар. Все, все абсолютно. Может быть, это еще не совершенная работа, но это первый шажочек в сторону вековечивания того, что невикое сделал Михаил Чехов. Он попытался в советское время рядом с МХАТом Первым, рядом со своим учителем, создать театр, который не прогибается. МХАТ-2, я напомню репертуар, когда еще не были вместе. И Дикий, который стал потом врагом Чехова. И Чехов. С Гамлета начинаем. С мистического Гамлета, где Чехов играет важнейшую свою роль. И Блахуста, и Петербург Андрея Берлова, и Тело Суховой Ковылина. Какой репертуар. И как быстро начинается борьба актеров-общественников с Чеховым, как они быстро его уничтожают. Кстати говоря, было бы полезно каждому, кто интересуется русским актерством, прочитать первое письмо Чехова из Берлина, которое он обращает к своему театру и объясняет актеру, что он не вернется фактически. И он не может, и он уехал из Москвы не потому, что здесь ему лучше, а потому, что в Москве заниматься искусством, как он его понимает, театром невозможно. Все сведено к пропаганде, все художественные вещи, все художественные настроения, включая мистические, запрещены и произведены к антисовичами. Что он там делает? Значит, фактически книга о технике актера и книга Станиславского, созданная в неволе, созданная в ситуации середины 30-х годов, когда, я не договорил этот сюжет, когда Станиславский, изобретая форму книги, любой человек, начиная книгу, писать, изобретая форму, он взял форму комедии 18-го века, недоросы. Не знаю, может вспоминать эти цели гимназические годы, я не знаю, почему Станиславский изобретал такую форму. Как там сделать, если вы эту книжку откроете? Там есть учитель, его фамилия Торцов, Аркадий Торцов, он все знает. И там есть студенты, как вы. Они все под знаковыми фамилиями. Потому что английский читатель не понимает, что такое малолетков. Русские понимают малолетков. По-английски непонятно, что такое вьюнцов, да и произнести нельзя. Вьюнцов, или малолетки, или малолетков. Значит, один Торцов, а ты что, Торцов, ты что это за фамилию придумал? Это, конечно, уже там вариантов первые. Посмотрите в руку себе. Торцов, мистер Креатерити. То есть один мистер Торцов, который все знает, а у половины малолетков и вьюнцовый. Спрокат. Это сталинизм абсолютно, это литературный сталинизм. При том, что содержание книги потрясающее. А форма вот такая. Такое инстинктивное подражание культуре, как сказал один исследователь, культура номер два. Сталинская культура. Один знает все, и вы смотрим на него, стоит на вершине горы. Это ведь и сделали Станиславского. Его поставили на эту вершину горы, как в рассказе Андрея Платона, усомнившийся Макар. И кастрировали духовно. И эту книжку, и все учили.